Самая главная тема, конечно же, это Белгородская область. Вторую неделю здесь продолжаются массированные обстрелы. Есть жертвы среди мирных жителей. Сергей, как ты считаешь, есть ли реальная возможность понять, откуда все-таки обстреливают Белгород? Потому что в российском Минобороне, конечно же, утверждают, что это украинские реактивные системы залпового огня «Вампир». Но есть и другая версия, например, от Легиона Свобода России, что это действия российских же вооруженных сил. Насколько такая версия кажется жизнеспособной? Когда хочется быть доказательным, для этого абсолютно никаких препятствий нет. Достаточно просто приехать на место происшествия, собрать обломки и по ним идентифицировать. Потому что, в принципе, понятно, во-первых, конструкция, и сразу ясно, на вооружении какой именно из сторон находится тот или иной тип. А во-вторых, обычно не бывает так, чтобы, например, ракета или что-то большое, серьезное, тяжелое. То есть все, что крупнее снаряда, не разносит настолько мелкие щепки, и чтобы невозможно было идентифицировать, поскольку довольно часто остаются и номера бортовые, и есть возможность понять, в том числе даже по таких подробностей, где она именно хранилась, не говоря уже о том, кем применялась. Но раз подобных доказательств не предъявлены, есть только слова из серии, мы точно знаем, что это не мы, то, скорее всего, есть основания полагать, что как раз они точно знают, что это они. Вообще, советская артиллерия, если Первая мировая война, она не то чтобы была знаменита своим джентльменством, но там точно совершенно было известно, что мирное население хватали уже в последнюю очередь. Заложники не брали в принципе, а вот делать из них соучастников, так или иначе, передислокации, не говоря уже о боевых действиях, это было крайне редко. И мирное население в окошко наблюдалось. Смотрите, о, германец идет, о, смотрите, а это русские идут, а вот опять германец, а вот опять русский, ну там с разбивкой на австрияков, генгеров и так далее. Нынешние войны, они не такие. И Советский Союз, еще во Вторую мировую, она в Великой Отечественной, ввел новое правило. Население считается вражеским, если оно на вражеской территории. И артиллеристы советские, это, кстати, в кино довольно редко, но тем не менее проявлялось, даже несмотря на цензуру при советском кинематографе, при советской власти, когда солдат нежно обнимал на пороге, приютившую его на ночлег бабушку, и говорил там, типа, ну, Марья Ивановна, спасибо за ночлег. Советская воинская часть РККА выходила из этой деревни, после чего стирала ее с лица земли, потому что там же враг. Мы отступаем, немцы туда зашли, поэтому мы должны их уничтожить. С этого момента легитимной целью становится баб Марья, которая ночью тебя кормила-поила, и которая топила печку, чтобы тебе было тепло. И по воспоминаниям советских артиллеристов, это именно так и было, и они рассказывали о том, что было очень тяжело понять, нашим огнем мы конкретно попали или нет, потому что одно дело, на полигоне ты один против мишени, а здесь ты по деревне, с силами батареи, поэтому тем более нет возможности понять, насколько точно ты прицелился, деревня подлежит уничтожению целиком. И из Белгородской области как раз по телеграм-каналам приходит информация от людей, которые говорят о том, что если сам Белгород еще выглядит прифронтовым, то фронт уже как раз в деревни вошел, и эти деревни уничтожаются. И уничтожаются они тяжелым огнем, тяжелых систем как раз российскими, потому что нужно во что бы то ни стало выгнать оттуда все, что там завелось. И это как раз нормальный советский подход. Если тебе нужно в бане навести порядок и избавиться от тараканов, то сжигается вся баня, а никто не собирается отравить конкретно тараканов. Поэтому если здесь какая-то ДРГ зашла в деревню, легитимной становится вся деревня, и она сносится целиком, плотным огнем, пользуясь как раз тем самым артиллерийским преимуществом, наличием снарядов, которые все-таки еще есть, не то чтобы изобилие, но их явно больше, чем у любой ДРГ. И когда возникает вопрос, а кто же это на самом деле уничтожает российские деревни, то почему-то ответ-то напрашивается сам с собой. И именно такая позиция неубедительная и очень крикливая Министерство обороны и Российской Федерации, заявляющие, что нет-нет, это не мы, как раз является наиболее вероятным подтверждением того, что это, конечно же, они. Другого способа нету для того, чтобы бороться с диверсантами и с разведгруппами, которые вошли в населенный пункт. Для этого нужно оцепить, войти и проверить каждый дом. Проверить каждый дом очень страшно. Для этого нужно, во-первых, уметь, во-вторых, нужно иметь не просто превалирующие силы, превосходящие, для этого нужен еще и навык и храбрость. Поэтому проще уничтожить. И мы видим, как происходит попытка выкурить, например, из Стеткина методом уничтожения всего, что попадется. Если это люди, значит, людей. Если это населенный какой-нибудь дом или техническая какая-нибудь подсобка, ну, значит, она. Ну, вот она легитимная цель. И стратегия РКК и российской армии, которая не подразумевает объектом заботы мирное население, оказавшееся в зоне боевых действий, никем не опровергнута и является официальной доктриной российской армии. Просто им не повезло. Причем мы помним, что там российского спецназа, например, у них это просто в уставе написано, что они зачищают, не оставляя свидетелей. И сколько по чеченской кампании было уголовных дел, когда была попытка все-таки хоть как-то очеловечиться, и неверсионные группы ФСБ вырезали случайных чабанов, оказавшихся целыми семьями, где-то в зоне действия, и потом разводили руками, говорят, ну, вообще-то мы действовали по уставу. Вот в этом уставе всегда написано, что цель оправдывает средства. И если твоя цель предъявить, ну, Путину или белгородскому губернатору факт отсутствия диверсионных групп на твоей территории, неважно, как это достигнуто. Население уже было предложено, у них же была такая возможность, никто же не блокировал эвакуацию. И поэтому, когда здесь эвакуация, а в Москве инаугурация, нельзя портить праздник, и гибель гражданского населения, которая в Первую мировую воспринималась как позор, абсолютно недопустимой, во Вторую мировую стала уже у противоборствующих сторон обязательной, потому что фашисты пришли уничтожать недочеловеков, а недочеловеки дали сдачу и пошли уничтожать фашистов, ну, именно что уничтожать. То вот теперь это уже просто привычка войны. И отвечая на вопрос, кто это сделал, понятно, что не украинцы и не те самые батальоны, которые вошли в Белгородскую землю. Сергей, я вот хотела бы снова вернуться вот всё к той пресловутой теме, некая санитарная зона в районе Харькова. Но исходя из того, что мы видим, исходя из того, что ты говоришь, что в деревнях приграничной области буквально сейчас просто остаётся выжженная земля, складывается ощущение, что какая-то такая зона складывается на самом деле на территории России, на приграничной территории России. Насколько это вероятным тебе кажется? И что получается, что вооружённые силы России уже смирились, что территорию им не отбить, и поэтому просто, ну да, давайте действительно всё это сжигать просто и всех выкуривать. Отправная точка вот этой ситуации, которую мы обсуждаем в виде вопроса, как она на самом деле, ищет и нуждается очень остро в ответе. А как так получилось, что граница открыта? Ведь это страна, которая воюет, и вот это как раз прифронтовая полоса, это ближайший тыл. А в Белгородскую область ДРГ с территории Украины вот сколько раз захотели зайти? Вот столько раз они заходили. Вот сколько раз они захотели уйти? Вот столько раз они ушли. И если сейчас, ну какое-то ПВО появилось, то есть на втором году, под конец, уже на третьем году войны, ну в Белгородщине хоть что-то там пытаются сбивать. А до этого было понятно, что на местное население абсолютно наплевать. И война, и все ПВО, и все силы, и армия, они не здесь, они там, где Киев за три дня. А здесь, на Белгородщине, ну есть определённые хозяйские моменты неудобства и дискомфорта. Ну корову убило, ну огород вспахало фугасом, ну вот сарай снесло. Это всё к губернатору, это пусть он. И когда так спокойно украинцы батальоны заходят в Белгородскую область, а Россия беспомощна абсолютно, то было бы странно, чтобы в ответ на собственную беспомощность она предложила какую-то очень разумную оборонительную доктрину. какие-то аккумулировала средства прифронтовые, глубоко эшелонированные для того, чтобы противостоять. И тем более, чтобы она не хаотично и судорожно, убивая своих, пыталась прогнать, ну замести под ковёр те следы и неприятности, которые вылезли, а как-то целенаправленно выстроила понимание того, что этот участок территории, вся Белгородская область, действительно теперь уже находится в состоянии войны, и поэтому здесь должны присутствовать войска, и поэтому нужно во что бы то ни стало эвакуировать население, и нужно организовать и войсковой подвоз, и линию обороны, и резервы, и передовую, где будут находиться войска, не допускающие захода диверсионно-разведывательных групп. Ничего этого нет, поэтому есть судорожные действия, вызывающие у нас массу вопросов и изумления. Но из этого следует, что если Россия ничему не учится, сил у неё нет абсолютно никаких. Ну Киев за три дня, вот уже четвёртый день идёт, сейчас буквально вот возьмут, вот ещё немножко, ещё чуть-чуть нужно поднадавить, как в Афганистане, ещё немножечко и Афган точно падёт. Ну он так и не пал. С Украиной та же самая ситуация, не получится, а Белгородщина, она теперь как повезёт. Если ещё одна диверсионно-разведывательная группа зайдёт, значит вот эта прифронтовая полоса будет уничтожена вся. Ну потому что прямое боестолкновение на зачистку выходить опасно, значит нужно просто сравнять эту территорию, сделать её непригодной, ну в том числе для того, чтобы прятаться, чтобы там не было никакой возможности на кого-то опереться, на что-то опереться, где-то замаскироваться. И между Харьковщиной и Белгородщиной будет расширяться та самая мёртвая полоса выжженной земли, где раньше была Российская Федерация и жили россияне, а теперь никто не живёт, потому что иного способа противодействия у России нет. А дойдут ли все вот эти ужасы, которые ты описываешь, действительно ужасы в таком же масштабе до самого Белгорода? И почему вообще это всё происходит именно в Белгороде, а не, например, в Брянске? Это ведь тоже приграничные районы, или в Курске, да, но основной удар почему-то приходится именно на Белгород. Почему? Диверсионно-разведывательные группы заходят, в том числе и в Курскую область, и в деревне Сёткино, Лужковского района, она как раз под ударом, и несколько дней мы смотрели оттуда хронику, как именно по улице там передвигались, в том числе и тяжёлая техника танки диверсантов. Это смешно, конечно, когда диверсанты вдруг приехали, бац, и на танках. И здесь мы обсуждаем Белгородскую область, и нам она кажется попавшей под удар, только потому, что к ней привлечено больше внимания. То же самое происходит абсолютно везде, по периметру, то есть вся приграничная линия находится в более-менее одинаковом состоянии. Ну вот сейчас больший акцент в начале недели был сделан на Курской области, потом на Белгородщине, на Брянщину тоже залетает и тоже будет залетать. И Россия, которая в этом отношении показала свою, во-первых, беспомощность, во-вторых, безразличие, потому что в Москве во что бы то ни стало мирная жизнь. Там праздник, там новый президент, там концерты. Если где-то там под Курском, под Белгородом, под Орлом у людей какие-то трудности, это трудности, которые должен нивелировать губернатор. И для этого будет расширяться ширина той самой выжженной земли, потому что никаких войск тыла и обороны не будет, пока туда не отступит прогоняемая с украинской земли Красная Армия. Вот когда украинцы в результате контрнаступления российскую армию выгонят из пределов Украины, она как раз придет в Белгородщину, Курщину и Брянщину, и вот только тогда там появятся войска, способные противостоять диверсионной деятельности Украины, но будет уже поздно. Сергей, спасибо большое за этот разговор. С нами был журналист Сергей Слонян, и мы обсуждали, насколько вообще жизнеспособны версии о том, что по Белгороду бьют вооруженные силы России, и о том, какие ужасы действительно сейчас происходят на приграничной территории. И на этом все. Друзья, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ваше мнение должно быть услышано. Подписывайтесь на наш канал и смотрите другие видео прямо сейчас. Они уже появляются у вас на экране. Всего хорошего и пока-пока.